Красносельская А3, именно по данному адресу, вчера был обстрелян автомобиль скорой помощи. Изначально беды ничего не предвещало. Медики выехали на вызов хозяйке квартиры, у которой случился гипертонический кризис. В то время, когда фельдшеры оказывали помощь пациентке, в комнату вошел мужчина, достал пневматический пистолет и выстрелил. После этого медики экстренно спустились в машину скорой помощи, которая ждала их у подъезда. Буквально пять минут проходят, они выбегают из подъезда, садятся назад в машину. Я спрашиваю, что случилось? Говорит, там мужчина пистолетом начал махать и стрелять, выстрелил один раз. Вслед за фельдшерами в машину скорой помощи пришла и сама пациентка. Начали оказывать помощь, померили давление, КГ начали снимать и начали выстрелы происходить. Неадекватный мужчина начал стрелять с балкона третьего этажа по машине скорой помощи. Посыпался люк в салоне, где находились и фельдшеры, и больные. После этого я вылез из машины, посмотреть обстановку, что случилось. Он с балкона на балконе находился. Я ему говорю, что делаешь? Он начал кричать, я уже не понял. Нужно его пистолет, непонятно какой пистолет, но видно, что был пистолет, а какой именно, непонятно. И я уже просто по обстановке прыгнул в машину и давай уехал оттуда. Водитель скорой слышал два выстрела, но позже выяснилось, что стреляли трижды. Кстати, автомобиль, который попал под обстрел, новый, поступил в горбольницу в 2023 году. И по счастливой случайности пострадал только он. У машины повреждена крыша, разбит верхний люк и стекло между кабиной и салоном. Она лежала на каталке и ей оказывали помощь. Есть верха, прям стекла посыпали. Да, один фельдшер здесь находился, другой здесь. Если водитель обстрелянного автомобиля держится бодрячком и говорит, что почти не испугался, то фельдшерам понадобилась медицинская помощь, в основном психологическая. В приемное отделение медиков, находящихся в шоковом состоянии, лично направил главный врач КЦГБ. Как только Хизри Ильясов узнал о происшествии, сразу выехал на ДОК. Остановились они напротив Салтыкова, 4 на 15, где у нас участок взрослый. Я туда уже приехал, когда машина там стояла. Они оказывали помощь там. Соответственно, я бригаду снял, отправил в приемное отделение для того, чтобы их осмотрели, оказали медицинскую помощь. Даже несмотря на все происходящее, всю ситуацию, даже находясь в шоковом состоянии, под обстрелами, по сути, они продолжили оказывать медицинскую помощь. Пациентке была предложена госпитализация, но женщина предпочла вернуться домой, где мы и застали ее сегодня днем. Мне вчера плохо было, давление 200 с лишним было, я сейчас не могу разговаривать. А вы сильно испугались? Это первый страх? Да, страх такой у меня вообще был, не знаю. А кто стрелял-то вообще? Ваш сын, внук? Нет, сожитель стрелял. Сожитель? Да. А откуда у него оружие, вы можете сказать? Не знаю я ничего. О стрелке известно то, что ранее он уже был судим, но нынешние соседи рассказали, что не замечали в нем агрессии. Протезы делал, он же гандит. Протезы? Он инвалид? Ага. А что у него? Его так отстреляно. Ноги отрезаны? Отрезаны, а то отстреляно. Ну он не агрессивный был раньше никогда? Нет, я ее уже на два видел, ничего не поздоровался с ним, поздоровался, поговорил. Нет, агрессивный не был. Он пьяный был. То есть в принципе раньше ничего плохого он не делал? Нет, нет, нет. Правоохранителей стрелка задержали быстро. Сейчас он в изоляторе временного содержания ОМВД России Котласский. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали предполагаемого злоумышленника. У него был обнаружен и изъят пневматический пистолет и банка с металлическими шариками. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Стрелку грозит до 7 лет лишения свободы.